Всем привет дорогие друзья, с вами снова Барин и сегодня я записываю своеобразное превью к 12 выпуску читальной избы, посвященную мультфильму Храброе сердце от Пиксара и Диснея. Предлагаю тогда сегодня ознакомиться с книжкой «Лучший друг Мериды», которую у нас создавало издательство «Эгмонд» в 2012 году. То есть в лучших традициях этого издательства здесь у нас не указали имя автора, есть только имя переводчицы, то есть это некое Познанское. Но тем не менее, еще готовя выпуск про Рапунцель, мне опытным путем удалось установить, что вот эту книжку написала писательница Эрен Тримбл. То есть она же, кстати, писала и новолизацию в фильмах Храброе сердце. Вот у меня есть, конечно, издание уже от Эксмо 2020 года. То есть не знаю, выпускали ли Эгмонд ее в 2012 году, скорее всего, выпускали. Значит, но вот про саму новолизацию мы уже поговорим в самом 12 выпуске читальной избы. Значит, сама же вот эта книжка печаталась именно либо для детей, которые только-только научились читать, либо, соответственно, для чтения родителей-детям. Ну и, собственно, мы начинаем. Храброе сердце, лучший друг Мериды. В шотландских горах стоял чудесный день. Как тут не прогуляться верхом по лесам? Принцесса Мерида радостно вбежала в дворцовую конюшню. «Ангус!» — крикнула она. Но ее любимый конь, с которым она очень дружила, не откликался. Его нигде не было видно. После долгих поисков Мерида увидела Ангуса. Он помогал главному кониху перетащить тяжелый груз камней к краю очень высокого моста. Мерида знала, что Ангус, хоть и он очень большой и сильный, все же иногда пугается. Например, он вздрагивает от громких звуков. Он боится темноты, а больше всего он боится высоты. Мерида подбежала к мосту. Ангус уже встал на дыбы и начал брекаться. Мерида обняла Ангуса за шею, чтобы успокоить. «Не бойся, малыш, все будет хорошо!» — успокаивала она огромного коня. Мерида увела Ангуса от моста, и они весело помчались по холмам, окружавшим замок. Радуясь свободе, они незаметно ускакали очень далеко от замка. Так далеко, куда еще никто из них раньше не забирался. Стало смеркаться. Вдруг Мерида и Ангус наткнулись на старую дорогу, уводившую глубоко в темный дремучий лес. «Приключение!» — радостно воскликнула Мерида и похлопала Ангуса, подбадривая. «Давай посмотрим!» Они подъехали к полуразрушенной башне, возвышавшейся над заброшенным старинным домом. Тут наверняка водятся привидения. Туман густел, в лесу становилось все темнее. Мерида решила, что пора возвращаться. Но едва Ангус развернулся, над Меридой нависла огромная-преогромная сумрачная фигура. «Что это?» — прошептала Мерида, вглядываясь во мглу. «Медведь? Или привидение?» Она осторожно достала из-за спины лук. Так, на всякий случай. И вдруг рядом хрустнула ветка. Ангус отпрянул в сторону, едва не сбросив Мериду на земь. «Это всего лишь птица!» — радостно воскликнула принцесса. Но перепуганный Ангус уже ничего не слышал. Тревожно заржав, он стрелой рванулся прочь. Ангус мчался во весь опор. Когда он выскочил из ущелья, туман рассеялся. И Мерида увидела, что призрачной фигурой, так напугавшей ее, было всего лишь большое старое дерево. Мерида безуспешно пыталась дотянуться до поводьев и остановить Ангуса. Он безудержно мчался прямо к краю пропасти. В последний миг Мерида изо всех сил дернула коня под узцы. «Стой, Ангус!» — тпру! — закричала принцесса. Но было уже поздно. Еще мгновение, и они кубарем полетели вниз с отвесного обрыва. В этот миг Мерида заметила на дальнем краю ущелья узкий карниз. Но до него было очень, очень далеко. Мерида склонилась и ласково похлопала своего друга по шее. «Ангус, прыгай!» — крикнула она. «Я в тебя верю!» Они подскакали к самому краю ущелья. Ангусу было очень страшно, но он доверял своей лучшей подруге и понимал, что она на него надеется. У края пропасти конь вложил все свои силы в могучий прыжок, взлетел высоко в воздух и... Благополучно приземлился на противоположном краю ущелья. Потом Ангус, ни на миг, не останавливаясь, мчался голопом до самого замка. Вернувшись домой, Мерида с благодарностью обняла своего коня. Они полностью доверяли друг другу, и это спасло жизнь им обоим. И ласково глядя в добрые глаза жеребца, Мерида чувствовала, что они с Ангусом на всю жизнь останутся самыми лучшими друзьями. Ну, собственно, вот такая вот книга. Честно говоря, когда я ее покупал, я надеялся, что в ней нам расскажут, как у Мерида появился Ангус. Тем более, что если кто смотрел мультфильм, там еще в самом начале показывали, как маленькая Мерида, которой 6 лет, если верить вот этой вот новолизации, играется с игрушечной лошадкой, а потом, соответственно, уже показывают ее подзрослевшую уже с Ангусом. Вот, к сожалению, здесь как бы все-таки оказалась такая история, которую можно описать двумя словами. То есть, я считаю, что книжка для своего возраста написана достаточно хорошо. Тем более, что все-таки как раз-таки Эрин Тримбл именно в этом вопросе, конечно, одна из моих, так скажем, писателей-фаворитов. Ну, вот немножечко мои, конечно, ожидания эта книжка не оправдала. Ну, а на сегодня это все. Ждите в скором времени на канале 12-й выпуск Читальной Избы. Субтитры создавал DimaTorzok